АПЛОДИСМЕНТЫ Всем привет. Здорово. Здорово. Да. На самом деле… Классная фотка твоя. А? Классная фотка. Да. Да. Здорово. Здорово. На самом деле такая довольно интересная тема. Вот там кто-то может спросить, а какого милого мы на технической конференции будем говорить про бизнес и тому подобные вещи. На самом деле не пугайтесь. Бизнеса будет немного и выходит совсем чуть-чуть. Технические подробности как бы тоже будут. Будет вот такой вот микс. Кроме того, сразу же хочу предупредить, мне бы очень хотелось, чтобы мое выступление было не столько презентацией и рассказом, сколько оно было бы более дискуссией. Почему? Потому что тема такая сильно специфическая. Вот девокс, бизнес. И как-то оно, наверное, связано. Наверное, я так думаю. Не до конца уверен. Поэтому я хотел бы вот такого интерекшена, чтобы вы меня там поправляли, задавали какие-то вопросы, обрывали, говорили, чувак, да ты не прав, но на самом деле не так, оно все совершенно по-другому. То есть это будет только хорошо. Если кто-то сможет меня хорошо завалить, там я обещаю дать лоху. Схит-хит-хит. Схит-хит. 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 Ну, завтра ты убеждаешь, что это будет довольно-таки тяжело. О, докеры, докер, контейнеры и тому подобные вещи, это не есть основная часть нашей дискуссии. она из того, как бы, составной части. Но я породу своей работы с этим делом разбирать. Поэтому если у кого-то будут какие-то специфические, хитрые вопросы, которые касаются докера, контейнеров, так вот, регистрация, то можете тоже по поводу меня забрать. Буду отбредивать. Так, про что будем сегодня дискутировать? Just Reminder хочу напомнить буквально двух слов. А кто мы такие, чем мы занимаемся? В какую сторону, может быть, мы думаем, в ближайшее время будем идти? Три фазы девокса. Вы услышите вообще такое, про что однозначно раньше не слышали. Но это необходимо где-то слышать для того, чтобы быть on the same page и вообще понимать, о чём будет активизм. В дискуссии немножко о бизнес-сервисах. Майкросервис. То есть сегодня этот термин звучал. Но опять-таки я расскажу про него больше не с точки зрения технических подробностей, хотя технических подробностей тоже, а с точки зрения бизнеса. и с точки зрения процесса девелопмента как такового. Почему? Опять же, маленький октопик, мне порогу своей работы больше даже приходится заниматься не столько техническими нюансами, реализацией чего-то там, как девелопмента, дизайна и тому подобное. Поэтому вот будет минус. Пару трендов, к чему мы уже пришли, к чему мы подходим в ближайшее время. Скорее всего, подойдём и какой-то будет бэнер. Окей. Если что не так, перебивать. Если есть вопрос, то можно даже что-то поднимать. С места, где прийти, приветствуюсь. Все это давно видели, по сто раз, наверное, даже больше все эти термины. Всем знакомы наизусть. Начинали мы куда-то несколько лет назад с Continuous Intimation, а потом пришли на структуру. Потом стали говорить про Continuous Monitoring, Continuous Testing, то есть Continuous всё. Потом взяли за Automation, потом уже в последний год где-то говорим про Stractic Passport. Как вы знаете? Нужно Automation прийти позже, чем Continuous. Ну, а вот это такая интрига. Пазл. Это такая интрига. Нет, на самом деле, он порядок, он не настолько, не настолько есть фактически. Добрались до Sales Services. Сейчас мы говорим о том, что оно всё. Нужно сделать как вход. Вообще всё. Потом мы стали говорить, вот, зелёный как какой-то Continuous Intimation. То есть чувствуете, уже где-то поднимусть возникает. Сверху вкусная. Да, это вам бизнес. Вот эта вот красненькая, это то, что нам уже как раз на подходе. Continuous Business Analyst, Analysis и Predictions. А я таки приближу закономерный вопрос. А мы-то тут включём? Как технические специалисты, как блоки, как инженеры. Ну, на самом деле включём. Очень хорошо включём. Сейчас об этом будете говорить. Бэнки-бизнес. 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 Я очень часто вспоминаю притчу, про то, как одного какого-то очень древнего матрица, даже не помню, когда это было, то ли в древнем Египте, то ли где-то как-то там. Чем он занимался? Он пришёл на какую-то стройку. Там, где бегали тысячи работников, там тачки с кирпичами, бетон висели и тому подобное. Периодически там выхватывал кого-то из толпы и спрашивал, что ты делаешь. И каждый, в принципе, там все возили тачки с кирпичами, каждый отвечал по-разному. Один ответил, я вот там вожу тачку с кирпичами. Второй сказал, мы там взрываем фундамент. А третий сказал, а мы с твоим как раз не говорятся. Дело-то одно и то же, но понимание и цель, они не на что отличаются. Вот, то есть мы-то с вами на самом деле не занимаемся, это в моем понимании. Но имишином, иди не разбери его, и просим и просим что-то такое большое стройку. Делаем что-то полезное и нужно. Это так поставьте себе на заметку, чтобы было легче. Поехали. Вопросы, кстати, есть? И тема, как бы, выступление. То есть, я, извиняюсь, сразу знал. То есть, и так можно, то, чем мы занимаемся и то, что мы для этого делали, это теперь называется Continuous Configuration in Management, да? А бизнес теперь, то есть, DevOps больше уходит в консалтинг? Нет. Я хотел, я хотел на эту тему поговорить, это там на следующем слайде, на следующем слайде, но, хорошо, я немножко поменяю просто порядок. Давайте, какие у вас, коллеги, есть версии, что мы делаем? Ну, не сейчас, да, в Днепропетровске, в этом конференцале, на этой конференции. Вот мы там работаем, работаем и уважаем. Пять компании, там, каждый специализируется на чем-то там, в своем, но вообще глобальном. Почему делаем? Помогаем, а компания заработает больше. Делаем жизнь проще. Лучше. Хорошо. Постоянная поставка прироста к бизнес-продукту. Хорошо, тепло. Дальше. Ну, на самом деле, там, оттуда был вопрос наиболее близкий, 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 близкий. Мы зарабатываем деньги. Как мы крутить тех? То есть, мы пишем код, мы запускаем automation tools, мы там, что-то импровываем, мы прочее, прочее, прочее. Придумываем новые фреймпорты, там, поставляем программный продукт быстрее, там, и чаще, и качественнее, только для того, чтобы компания заработала деньги и поделилась этим. Ну, как бы звучит банально, но оно на самом деле так и есть. Вот это вот такая самая главная связь. Чем мы лучше будем работать, тем больше будет денег в компании у нас. Ну, скорее всего. Ну, мы к этому стремимся. Хотелось бы верить, что, кроме зарабатывания денег, компании делают что-то еще полезное в целом, что, как бы, это не просто какие-то деньги, где-то перекладываются. Я согласен, я согласен. Что есть какой-то, ну, продукт за это? Нет, ну, есть, конечно, есть, конечно, однозначно, есть благотворительность, есть и вот подобные такие вещи. Но не забывайте, что первым пунктом в учредительных документах любой коммерческой организации, первый пункт стоит создание добавленной строительства. От этого-то мы все и пляжем. Вот. Поэтому дальше будем говорить о том, как нам заработать больше, чаще, ну, и как бы... Представить. Применьше труда за два. Да, применьше труда за два. Абсолютно верно. Объять полностью эту тему, конечно, мы за время моего выступления не сможем. Тема очень глобальная. Я честно скажу, вернее, не специалисты, точно так же, как бывают, больше... Ничего не вопроса. Не вопрос. Потому что дискуссия будет, это однозначно. Но пробудить какой-то интерес тех людям, которых, может быть, раньше это не интересовало, или которые думали, что они не занимаются чисто пользователями и в любом случае не появились на любом случае… Не в любом случае, а в любом случае, не в любом случае, а в любом случае, по отношению. Вот на самом деле, это, кстати, наш губ. Так вот! Для того, чтобы понять, уложить себе в голове, как мы будем говорить дальше, Я хочу рассказать двух слов про трёх стадиях девокса как такового, как явление, как методологии, как психологии и как бизнес-процесс. Вот это вот деление, оно на самом деле не моё. Оно возникло после переваривания определённого количества литературы и в дискуссиях с теми товарищами, с которыми мне приходится работать. Левая колоночка, она начинается где-то так лет десять назад, может быть даже и больше, когда-то и отбросит явление. Как таково мы говорили, ну конечно было, но не называлось голосом. Средняя колоночка это, наверное, где-то лет пять назад, последняя это то, что сейчас. Обычные бизнес-стадии любой методологии, любой процесс. Если мы посмотрим 10-15 лет назад, вспомните 20 лет назад, вспомните индустрию поставки программного продукта. Что это было? Практически-практически неуправляемый хаос. Практически, заветное исключение. То есть, несколько известных вендеров, на которые все молились. Если ты был, если твой бизнес престижный, если ты что-то зарабатываешь из этих человек гостей, ты обязательно работаешь с этими вендерами. Ну, то есть, там банки, если кому-нибудь работали, там только с Кьюик Партером или с Людиемом или что-то там похожее. То, что касается программного обеспечения, работали там только с полуосью или только с Майкрософтом, ну и какими-то проверенными поставщиками программного обеспечения. Ну и, соответственно, кто как выкрутился, тот так и смог. То есть, какой-то там закономерности особо-то и не было. В чем еще заключался хаос? В процессе формирования стоимости услуг и продуктов. То есть, грубо говоря, захотел себе Ахиллит или Айген оценить свой сервер, там, 100 тысяч долларов, это не вопрос. Он все равно будет. В этом тоже есть такая частичка хаоса, именно бизнес хаоса. Но, временя меняются. Возникло такое понятие, как компетишен, как здоровая конкуренция. Приблизительно мы это оцениваем где-то лет 5 или 7 назад. Когда уже вендеры перестали быть идолами. Когда люди начали оценивать стоимость определенных продуктов и определенных услуг. Когда начали сравнивать. Когда начали у людей открываться глаза, что, может быть, вендер, он не такой и идол. Может быть, нет смысла перехачивать. Может быть, есть смысл так-то сравнить и выбрать то, что тебе больше проходит и оптимальная тебе стоимость. Где-то так. А теперь вот это страшное слово. Я на самом деле, оно очень трудно читается. Его постоянно забывают. Его очень трудно произнести. И смысл у него такой очень тихий. Кстати, кто-нибудь может сказать что-нибудь? Это то, что происходит сейчас на самом деле. Это экономический термин в вашей классике. Это бизнес термин, который описывает ситуацию, которая характеризует такое состояние на рынке чего-то. То есть, мы рассматриваем рынок программного обеспечения и услуг. Когда стоимость вендера медилируется, рынок перенасыщен. То есть, значение вендера уже не стоит практически дополнительных денег. Рынок насыщен и перенасыщен. И потенциальный клиент, грубо говоря, перебирает харчами. И в этих условиях выбирает то, просто то, что дешевле. То есть, понятие вендера как такового уже или не играет никакой роли, или играет воль минимальную. Что это значит для нас? То. А это значит то, что выживет, в условии вот этого страшного термина, тот, кто работает быстрее и качественно. Тот, кто предлагает или большее услуги, большее качество за те же самые деньги. А можно, пока погас проектора, какое отношение к этому, ко всему имеет девопс? То есть, я смотрю на базы взросления IT, но я не могу понять, какое отношение к этому. А девопс? Мы сейчас потихонечку. Я думаю, девопс – это инструмент достижения. Это быстрее и качественно. Я вот только что начал об этом говорить. Я не могу понять, что это все появилось. Смотрите, выживает тот, кто быстрее работает, кто дает больше качественного продукта за меньший период времени. Согласен. И вот, я их на виду. Я их на виду. Я их на виду. Я их на виду. То есть, реальная ситуация получается так, что мы с вами сейчас один из основных, одна из основных движущих сил бизнес. Почему? Мы даем возможность быстрее доставить продукт, его сделать и… У нас даже не так. Цивилизация завязана на технологиях. Даже не так. У нас заработать быстрее. Смотрите, абсолютно верно. У нас больше не скорость, у нас больше скорость-скорость. Мы просто быстрее можем приращивать в добавочную историю. За счет чего? Другие части обойти и быстрее. Они на сегодняшний день практически уже сформированы. Возьмите девайлопер. Что происходит новым образом? Какие перемены за последнее время? Да никаких. Ну, окей. Ну, вышла новая версия жары. Ну, хорошо там. Допустим, добавились каких-то пара новых фичек. Какую это даст добавочную историю? Точно так же и другие. Ну, хорошо. Появляются какие-то новые фреймворки. Появляются какие-то новые гроши. Появляются они довольно-таки редко. И при рост добавочной стоимости они дают минимально. На самом деле. У нас новые технологии, новые подходы, новые фреймворки, вы сами прекрасно знаете, появляются чуть ли не каждый день. Причем они зачастую бывают настолько коренным образом отличаются от того, что происходило там полгода-год назад, что крышу снилось. Девелопмент не так же. Почему нет? Девелопмент просто пик прошел, а девелопс подходит чуть-чуть. Может быть, может быть, девелопмент рванет через какое-то время там тоже качественно. Может быть, я не спорю. Но рассматриваем те ситуации, которые есть на сегодняшний день. То есть, резюмируя, резюмируя вот это, из нас еще пока можно больше. На нас можно больше. В технологическом плане и в плане ничего есть. То есть, с этим понятно, да? Откуда взялся бизнес? Запомните, на нас много зарабатывается. Все равно немножко очень непонятно. В моем понимании, вот где-то на фазе коммодизейшн появилось вообще такое направление, как девелопс. Какие отношения к девелопсу имеют две предыдущие фазы? Антон, про девелопс спорят до сих пор. Половина людей его не признает до сих пор. Это три фазы развития IT, а не девелопс. Мы больше говорим даже не именно о девелопсе. Мы говорим о фазах поставки программного продукта. Ну да. Найти и программный продукт. Да. Но от нас все равно больше изменится. Сейчас? Да. Однозначно. Ладно, поехали дальше. Про что будем говорить сегодня? Про какие технические моменты с точки зрения бизнеса? Сервис-ориент от архитектуры. Майкросервисы как определенным образом альтернатива. И про девелопс как бизнес-сервис. Свидетельствующих бизнес-сервисов, Сервис по бизнес-сервисам, по обменеджению. Говорили уже сегодня о майкросервисах. Звучало определение. Звучало, каким образом их можно использовать. Я хочу повернуть вопрос немножечко по-другому. Каким образом мейкосервисы позволяют зарабатывать больше? Вот так, немножечко интересно. Начать, видимо, стоит с того, какая основная разница в техническом плане между сервис-ориентов и мейкосервисами. Давайте нам кто-то там поможет. Откровенно говоря, я бы немножко предел поставил тайр-архитектуру, и мейкосервисы, и систем-ориентов архитектуры. Между ними. Систем-ориентов? Нет, есть тайр-архитектуры. Да, просто несколько лейеров архитектуры. А есть мейкосервисы и вот это SOA. Можно, в принципе, говорить и так. Но если уже быть совсем честным, то следовало бы поделить как минимум на три части. На три части. Это монолит, год-сервисы и мейкосервисы. Но, еслиekосервисы и то есть сервисы, но, ну. Но немножко, немножко и сервис за ним. Мы на самом деле, вот, СОА под сервис-ориент, я имею в виду как раз архитектурный подход, начнем с монолитных аппликаций, начнем с монолитных аппликаций, потом перейдем в сервис-ориент, то есть я считаю, что сервис-ориент стоит, ну, не только я, стоит где-то посередине между монолитом и мега-сервисом. Окей, тогда будут эти архитектуры, будут знать, чтобы дальше не скучно. Вопрос. С чем мы имели дело лет 10-15-20 назад, и, в принципе, этот подход, он жизнеспособен и по сей день. В очень многих периодах это монолитный программный продукт. Чем он характеризуется? Характеризуется тем, что обычно это, грубо говоря, упрощая, это один большой кусок кода, написан обычно на одном языке программирования, и что самое неприятное, монтейнется или деплоится одним куском. Если мы говорим о сервис-ориентах, то тоже где-то как посередине, то есть мы делим наш аппликейшн на несколько компонентов. Обычно это деление происходит по лейерному принципу, абсолютно лейерному. То есть у нас это может быть сервис, банальный контент, банальный это датабейс, банальный это какой-то бэкент. Нет, это не сервис-ориентах. Окей, а как мы это называем? Это как раз клеер от архитектуры, когда у вас есть сервис-ориент. Стоп, 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 стоп. Мухи отдельно, это отдельно. Клеерность, это да, но когда у нас лейер выступает в виде отдельного сервиса, вот это вот сервис-ориент. Но опять-таки сервис-ориент это может быть не один. Это более широкая компонент. Это может быть и сторонний сервис. Это подставник. Это его нельзя назвать сервисом. Вообще нет. Может там может быть несколько разных подставников, и они могут по-разному сложную. Ну тогда это будет разный сервис? Ну да. Ну один лейер. Я прошу и говорить сервис и лейер, это не всегда важное тоже. Это часто очень. В одном сервисе может быть несколько лейер, правильно? Нет. Можно. Можно. То есть, грубо говоря, сервис у нас некий компонент, который отвечает за один какой-то кусок функциональности. Получает на вход определенное количество данных. Что-то там с ними делает и какие-то данные отдаёт. Что там находится в середине, может быть один лейер, может быть несколько, может быть одна база данных. Неважно. Вот. Это может быть сторонний сервис. Самый банальный пример, это, грубо говоря, там портал, который продаёт билеты к кинотеатру. В каждый кинотеатр будет выступать сервисом для этого портала. То есть, а лейер с ним надо вообще не делать, надо сервисом. Да. Хорошо. То есть, тут, на этом слайде, на самом деле, у нас сервисы нет, как-то отсутствует, на самом деле, у нас две правильности. У нас есть монолит. То есть, вот эти вот квадратики, вот эти вот квадратики, это какие-то кусочки функционала, которые за что-то там отвечают. Вот конфетки или там, я не знаю, даже как ушки, буромбики, как это называют. В случае микросервис-архитектуры, я бы это назвал доведённым до абсурда сервис-ориентным подходом. Почему? Потому что у нас каждый кусочек функционала, каждый кусочек функционала, функционирует отдельно. Он является, почему именно микросервисом? Потому что один сервис, он действительно маленький. Для чего это нужно? Сейчас мы потихонечку к этому перейдём, и потихонечку мы посмотрим, каким образом на этом деле можно зарабатывать денег, если мы всё-таки вернёмся в бизнес. Поехали дальше. Как происходит в обычной ситуации? При монолитной апплифрации и в случае сервис-аренда подхода. То есть мы видим наши лейды. Обычно это следует. Это наши UI-специалисты. Это наши MiGovai-специалисты. Это наши теперь-испециалисты. То есть разделение по компонентам программного продукта и в том числе по тимам происходит на технологическом. В случае микросервисов, то есть вот, 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 вот это у нас, вот UI, допустим, сверху, это наш аппликейшн, это наш middleware, да? В случае микросервисов, каждый отдельный кусочек функционала живёт и существует отдельно. Причём степень травления вот этих сервисов, она, ну это вообще, это отдельный вопрос, об этом можно говорить очень долго. То есть надо выбирать какой-то компромисс, до какого уровня травить эти сервисы. Но обычно принято говорить о том, что каждый микросервис отвечает за какой-то бизнес-юнит. То есть, как бы это можно было бы объяснить. Например, у нас есть отдельный бизнес-юнит, это может быть сервисов аутентификация. Чего это бизнес-процесса? Это законченный кусок бизнес-процесса. Если мы говорим про базы данных, если мы говорим про базы данных, мы, наш сторидж, наш сторидж, можем разбить нашу аутентификационную базу данных, мы можем сгруппировать по лицах и по бизнес-принадлежностям запихнуть их в нашу микросервис. Мы можем сделать так, что у нас каждый наш микросервис будет иметь собственный сторидж. Мы избавляемся от этого монстра, мы избавляемся от громоздкой реабилитационной базы данных, которая в случае команды прайса ее раздирает, которая не дает нам нормально жить и нормально зарабатывать. Если это собственный сторидж, ты должен превращаться в некий комплекс, тогда это никакой разницы между микросервисами и сервисами? Есть разница, как я уже говорил, в микросервисе, это приведенная, это абсолютно сервис-лиент. Чем это лучше? Чем это лучше? Сейчас мы даем проще. Это еще не причем. Тут очень важный момент, это requirement, то есть нельзя говорить о том, что я сейчас возьму какой-то большой объем данных, превращу его в микросервис. Можно, но насколько это будет оптимально, это уже другой вопрос. Можно взять монолит и его подбить, можно, но как он будет работать? Вот, собственно, если мы говорим о бизнесе, то важно не то, как сильно мы раздробим или какую модель применим, а то, как это эффективно. А как его думать потом? Очень хороший вопрос. В пятом случае об этом мы говорим. И об этом мы сейчас говорим. Так вот, одна из самых основных, одна из самых основных отличительных способностей сервис-ареянного подхода и микросервис. Я даже не знаю, с какой стороны заехать. Смотрите, каждый кусочек микросервиса – это, в принципе, технологически законченный кусок, технологически законченный компонент. То есть он весь сам себе. Он выполняет определенную бизнес-задачу. И подход при проектировании микросервис-архитектуры – один из главных постулатов звучит приблизительно так. Замкни все бизнес-процессы в одном юнити и сведи общение с другими микросервис-компонентами к минимуму. Для чего это сделано? Для того, чтобы облегчить себе жизнь. Еще раз, в прошлом году. Для чего сделано вот такое вот ранение? Для того, чтобы облегчить себе жизнь. А в чем имя? Сейчас попробую где-то как-то рассказывать. Если мы бизнес-процессами определяем отдельные контейнеры, и сводим к минимуму количества информации, в которой они объединяются, но на самом деле, на практике, ребята, чуть-чуть в сторону от ряда, обычно это, конечно, отдает. Ну, можно еще поставить симпрофейс, вообще не должны быть. Чего мы добиваемся? Чего мы добиваемся? Мы добиваемся того, что у нас каждый бизнес-юнин живет своей жизнью. А это хорошо? Это сложно, но это хорошо. Тут можно очень долго спорить. Можно спорить. Почему? Потому что там есть свои плюсы, есть свои нервы. Да, плюсы. То есть, представьте себе. Ну, еще маленький один такой шажочек в сторону, раз уж мы говорим о бизнесе, наверное, стоило глупой минут, что мы говорим в первую очередь, наверное, все-таки про интерпрайз. Что такое интерпрайз? Это много людей, это много техники, это много денег. Нам это интересно, соответственно. Чем еще интереснее интерпрайз? Обычно они имеют бюджет на несколько лет вперед, с ними интересно работать. То есть, ты знаешь, что если ты работаешь с интерпрайз, то будешь работать хорошо, у тебя на несколько лет вперед там обеспечено какое-то будущее. Соответственно, для каких-то там стартапов то, о чем мы говорим сейчас, оно на самом деле не интересно. Чего еще? Чего? 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 Все нормально. Хорошо. Так вот, будем все-таки говорить про интерпрайз. Обычно, если это монолит, если это так же, если это какой-то сервис-ориентный подход. Представьте себе, интерпрайз, это много людей. Это там десятки, сотни тысяч строков. Если мы используем стандартный подход, вспомните, continuous integration. Один из основных принципов continuous integration гласит что? Быстро. Ну быстро это понятно. Всегда. Один непрерывно. Да, хорошо. Один из основных принципов. В любой момент времени весь программный продукт должен быть собран полностью. Весь программный продукт? Да. За один продукт. Представьте себе, мне приходилось работать на проектах, сотрудничать с проектами, у которых build занимается. Нет. На самом деле все хорошо. Там были мастера, там были слейлы, на момент build-up, поднимали сейвы и прочее, и прочее, и прочее, и там все было хорошо. Но продукт настолько громоздкий, то есть, там, хеллскер, к примеру, он большой, реально просто монструозный. Может, это проблема архитектуры, а не проблема enterprise. Милаш. Балл. Да, 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 я согласен. По хорошему мнению сравнения Монолита с Майкросервисом, я сюда не могу понять разницу в Майкросервисе, что в Майкросервисе, что в Майкросервисе, в Майкросервисе делит сервисы по технологическому принципу. Основного мы уже об этом говорим. Майкросервисе по бизнесу и старается минимизировать каждые награды. А вот еще один момент, вот я думаю, просто плавно проходит. Сейчас я буду об этом говорить. Так вот, тесты ранились на том проекте, там, у нас был проект D, там проект I. Тесты ранятся, если полностью запусти, там, 2 с половиной суток. Ничего с этим не сделают. Почему? Потому что он был проект полный. Ребята, смотрите, что происходит в случае Майкросервиса. У нас каждый бизнес-юнит живет по-своему. Мало того, нам интересно, как он работает по интерфейсу. Что у него в середине нам абсолютно на самом деле зачихает, по большому счету. То есть, это не надо себе немножко поломать. Процесс 2-го планта и релиз менеджмент совершенно другой. У нас нету релизов как тортовых. У нас есть релизы для каждого бизнес-юнитного отдела. Причем они несинхронизированы. А вот тут большая проблема насчет несинхронизирования. Ну, это возможность. Практически, как правило, нет. Думать надо, скорее всего, даже не ого. Они внести лишь за бизнес-юнитов, а в менеджерах на системах. Не является структура таблицы в базе. Да нет, но приколка должна это учитывать. Почему? Это связано с этим? Нет, конечно, если я передеплою один юнит, в котором уже набор фич другой, и будет не слеповка по интерфейсам, конечно, у меня все поломается. О! Это просто же интерфейс. Тут есть свои нюансы. Но просто о чем я говорю? Мы деплоим и релизим не весь вот этот вот монструозный продукт, а мы деплоим и релизим каждый бизнес-юнит практически отдельно. Мы его сторим. Сорс-контролем мы можем его строить отдельно. У нас нет вот такого вот огромнейшего там парфорса, в котором лежат вот эти вот сотни тысяч строк кода. Мы его отдельно деплоим. Мы его деплоим быстро. Без кода там на самом деле много. Мы его быстро тестаем. И мы его очень быстро теклоим. Ну тогда очень много. Примеры готовы. Большое. Интегрейшн тестирование. Да. Как вот интеграцию мы будем все равно тестировать? Интегрейшн тестирование, ну, как бы да, есть, конечно, свои нюансы. За этим надо просто очень хорошо смотреть. За этим надо очень хорошо смотреть. То есть, мы пока говорим про CSX. Антон говорил, да, что там есть свои нюансы. Нюансы на самом деле действительно есть, и они довольно-таки сложные. Только они уже перемещаются немножко на другой уровень. Ну, я не знаю, надо что-то сделать. А что тут пока... То есть... Что такое бизнес юнит, да? Ну, условно назовем это бизнес юнитом. На самом деле это майка сервис, который просто разбит по бизнес принадлежностям. Ну, например, там модуль логиров, модуль аутентификации. К примеру. Это какой-то законченный... Это... Это надо... Это надо понять. Бизнес юнит. То есть, кусок бизнес функционала, который работает отдельно. То, что приносит деньги? Да, то, что отвечает бизнес-реклариум. Я бы сказал так. Возьми, к примеру, honda auto и honda mod. Это honda и то, и то, но это отдельные бизнес юниты. Не занимаются... Нет, нет, нет. Смотрите, тут коллеги. На самом деле процесс разбиения вот на эти вот кислоты бизнес юниты, либо же майка сервисов, он довольно-таки сложный. То есть, мы уже так приблизительно понимаем, что чем меньше будут эти юниты, тем как бы лучше, тем быстрее это все крутится. Ну, тем быстрее. Но... Чем быстрее данный, тем лучше это уход. Понимаешь? Мы даже не слышим. Пока что мы говорим быстрее. То есть, а до какой вообще границы это надо отробить? То есть, ну, не за бесконечную смешку. Пока все еще работаешь. Да. Да. Пока это все работает. Пока открывается следствие. На самом деле, на самом деле, смотрите, какие вот здесь правила. Очень серьезные минусы. Очень серьезные минусы на этом сервисе. Это драговизна коммуникации. На самом деле. То есть, как альтернативу, как антипод мы возьмем монолит. И все происходит в одном процессе. И количество колов, грубо говоря, между отдельными классами или методами, оно же ничего не стоит, в общем-то, по большому счету. Ну, там пару тысяч, да, пару тысяч, да, на перформансы практически не влияет. А теперь смотрите. Там, допустим, сотни микросервисов, которые работают по API. Каждый кол — это ресурсы. Причем ресурсы как по времени, так и, в конечном итоге, это может быть и по деньгам. Почему? Потому что очень часто микросервисы, они разместены территориальными институтами. То есть, это может быть и внешний тратник, который стоит, ну, в общем-то, определенные деньги. Вот. То есть, надо ставить какой-то компромисс. Вместе с величиной и дополнительными, дополнительными, там, наплодными разговорами. Если не оптимизировать вот этот вот разговор между бизнес и юнитами, ну, рано или поздно мы заклянемся. То есть, надо смотреть, чтобы и как-то определенные бизнес-задачи вынести отдельно, так чтобы система осталась. А есть какие-то методологии? Есть мнемонические правила. То есть, методологий, устаканившихся, на сегодняшний день еще нет. Майкросервисы, как таковые, первое упоминание о них возникло в 2011 году. О термине, как так помнить. То есть, рано еще говорить, там же стакане есть. Четыре года чуть-чуть. По-моему, не рано. В 2012 года просто даже этот термин стал более-менее широко использоваться. Ну, то есть, все это используют как-то характерически, каждый... Ну, должны же быть какие-то... Сейчас идет процесс как-то стандартизации. Зачем еще надо смотреть? Зачем еще надо очень внимательно смотреть? 10 минут назад мы говорили о том, что мы имеем возможность деплоить каждый сервис отдельно, независимо от другого. Так вот, существует такое правило. Посмотрите просто за тем, что и в какой последовательности, насколько часто вы деплоите. Если вы заметите, что вы несколько модулей деплоите в один и тот же момент времени, с той же скорой периодичностью, скорее всего, их есть смысл объединить. Звещал вопрос. Примеры. Работающие примеры архитектуры на это сервис. Да? А вот давайте подумаем. Мы все его знаем. Амазон? Совершенно верно. Амазон веб-сервисы. Явчайший пример. Абсолютно независимых сервисов, которые болтают между собой по IPA, которые деплоятся и тестятся абсолютно независимо от другого, и обслуживаются отдельными дедикейт-тимами, которые ведут процесс разработки от начала до софта. Амазон веб-сервисы? Амазон веб-сервисы? Амазон веб-сервисы? Ну, они, конечно, не совсем такие нитры, они чуть-чуть побольше, но они полностью попадают под методологию. Но у них же каждый сервис — это законченный продукт. Совершенно верно, мы об этом и говорим. Законченный бизнес-лимене. Да, законченный бизнес-лимене. То есть он решает определённые бизнес-лимене. Пять минут назад в перерыве бизнес-лимене это был аудиторичный контроль. Это как пример. Ну, сама по себе идентификация никому не нужна. Она должна работать в связи с чем? Ну, тогда обезло веб-сервис, потому что он сам по себе законченный. Ну, как законченный? Я думаю, что вы просто вот так высказываете. Ну, как законченный? Я высказываю, что... Вы используете все твои предложения. Хорошо. Вопрос на засыпку. Могу ли я пользоваться ямом, да? Ямом Азоновской и не пользоваться больше никакими веб-сервисами? Я не хочу. Никогда. Технически можно. Я просто буду использовать Федеральшн Трастик. Свои аккаунты на Амазоне и логиниться. Совершенно в Желом Белом Союзе. Можно? Можно. Да, 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 да. То есть, насколько это с фактической точки зрения обосновано? На технической моменте. Вот. Вот такой вот интересный подход, который нам позволяет, который позволяет нам полностью перевернуть процесс деплоймента и доставки программного обеспечения. Вот так. У меня вопрос такой. Мы хотим там разделять всё модульно, тестить модульно всё отдельно. А чем, допустим, то же самое разбиение на модули и включение зависимости модули на модули, чтобы в конце концов собирать действительно пельмень, который будет полностью загружать нашу машину виртуальную и целиком ресурсами. И просто из определенного набора компонентов. Чем этот подход хуже? Мы экономим на трафике у нас компоненты, не общаются друг с другом по сети, даже на локал хосте, не по сети. Чем этот подход хуже? У нас один процесс, одно приложение. Мы говорим? Ну, мы говорим о каких-то более медиемных способностях, которые не крутят всё в пределах. Ну, в пределах, допустим, те же самые 5 микросервисов, которые у нас. Мы их собираем просто в одном приложении, и это у нас работает одним приложением. И забираем их в нужной комбинации просто благодаря помпке. Нет, можно и так. Ну, тогда просто немножко в банке резко. Если надо задоволить новые изменения подобностей, то всё. Мне надо стартовать всё. Ну, я бы на связи. Плюс, опять же, сейчас начинают продавать вот эти микросервисы. Лисы есть, минусы есть, но это модно, это тренди, это действительно вот то, о чём мы говорили. Вот это ломка, это то, на чём можно заработать. Можно. Ну, можно, конечно, не попасть, согласен, но это возможности, да, в противнике. А в противнике попасть? Да. Пару слов ещё вот про то, что мы немножко говорили. Процесс девелопмента, мы немножко другое, да. То есть при монолите, у нас обычно специалисты разбиты холеером, вот. В случае микросервисов у нас специалисты разбиты по бизнес-юнитам. Чем это хорошо? Хорошо тем, что они знают его на зубок, они знают его идеальное бизнес-юнит. Вот и добрый. И очень часто, как я говорил, они кроме кодинга, тестинга, занимаются ещё потом и саппортом. Тот же самый Амазон. То есть та тима, которая девелопует сервис, она его и саппортит. Чем это хорошо? Они его знают идеально. И они все делают, всё делают для того, чтобы в три часа ночи не поднимали звонками школы. Чем это хорошо? Чем это хорошо? Чем это хорошо? Да. Дата менеджера. Я уже плюс-минус про это дело говорил. То есть в случае монолиты это у нас какой-то там релекционный монстр, который занимает нам кучу ресурсов, времени, нервов и бюджета. В случае микросервисов это могут быть, вплоть до того, что могут быть свои сторинджи для каждого микросервиса. И какие-то импорты, какие они будут кредит, вот это между собой и нас. Интересно? Почему это дешевле, чем то, что слева? А, то, что то, что дешевле. То есть для клиента оно дороже. Дороже. Не факт. Это зависит. Это зависит. Стоп, секундочку. Моя еще шага в сторону сделает. Это вопрос из серии. Объясните, почему Амазон дешевле, чем on-premise? Нет, мы не хотим продать вот этот злой продукт. То есть он будет дороже или дешевле? Это зависит от контекста. Но, скорее всего, он однозначно позволит потенциальному кастомеру быстрее зарабатывать деньги, с учет того, что он более динамично будет менять свою программу. Быстрее и качественно? Да. А быстрее или дешевле? Ну, дороже или дешевле, это уже как получится. У нас, когда клиента вначале будет продавать дороже или дешевле, он должен продавать. В этом случае это не показатель для клиента. Я еще раз просто повторю ту же самую аналогию. Вот там Public Cloud Provider, он дороже или дешевле? Обычно он дороже. Но за счет эластичности и столобилити он позволяет быстрее зарабатывать и меньше попадать. Ну, кроме отдельных методов. В случае с проектом. В таком факте выходит зависимость между выключением грошей на микросервисы и розмином этих микросервисов. Надо их сбалансировать. Чтобы выключение денег было меньше, чем мы сможем заработать за рисунок приросту. Ну, это темплей. В целом, он имеет право на житие в любом бизнесе. То есть, перед тем, как ты начинаешь что-то делать, ты маешь все зарабатывать. Точно так же? Да, достаточно. В частности, это нужно зарабатывать. В частности, это нужно зарабатывать. В частности, это нужно зарабатывать. Но, как я говорю, в принципе, мы часть нашего функционала, в любом случае, программа оформлена. Мы ее проводим, мы делаем билдинг и деплоим в отдельном независимости. Ну, грубо говоря, что нас посипался мотель. Мы его просто выкинули и переписали. Вот, убедите, мы на литочку. У нас есть какой-то модуль, который за что-то отвечает. И отвечает, что это абсолютно филеальная задача. У нас співробитники приходят сранку на работу и цикливают карточки. Да. Ну, и один прекрасный момент, чтобы там насколькість працівників перевищивали певный лимит. И у нас модуль перестав справляться с этим. Работа на предприятии стоит. Выяснили, что теперь переписать интерфейс монолита. А модуль мы перепишем там за пару дней максимум. Вся решта будет работать. Ну, я просто могу на увазе тоже показал, что нужно визначать саме размеры этих модуль. Все это таки. Так, и ее же так же можно визначать. В зависимости от того, сколько грошей пойдет взагалі на выперестание всей схемы. А теперь просто плавно перейдем к доферу и перейдем к контейнерам. Плавно. Контейнер. Дофер, контейнеры, эликсир. Может быть я повторюсь, скажу вообще откуда возникли контейнеры, откуда возник доктор, откуда возник эликсир. И почему они настолько интересны. Интересны потому, что на самом деле классическая виртуализация она прожорлива, она экономически нецелесообразна. Мы опять возвращаемся к нашим деньгам, опять возвращаемся к нашему бизнесу. В канонической виртуализации чем мы отличаем один из основных факторов. Тут мы говорим про виртуализацию, тут мы говорим про контейнеры. Какая разница? Контейнеры на базе операционной. Совершенно верно. То есть у нас в контейнерах как таковое отсутствует гриппервизор. Он тоже как таковое, он отсутствует. Он отсутствует. А гриппервизор на самом деле сжирает там в лучшем случае от 10, в худшем случае до 50% наших ресурсов. Очень странно. Почти нет. В Докер. Амазон убил поддержку Докера. Это же все-таки виртуализация. А я скажу. А я сейчас скажу почему он не ввел. Так вот. Грубо говоря, обычная виртуализация у нас гриппервизор. Это middleware, который нам шарит. Физические ресурсы. Процессор памяти диска между внественными операционными системами. В случае контейнеров ресурсы шарятся. Даже они не столько шарятся, сколько они изолируются самим ядром. Самим ядром областированной системы. То есть накладные расходы, если не ноль, то они очень где-то близко к нулю. На самом деле. В масштабах какой-то компании, представьте себе. Вот мы так говорим 10% процессорного времени. 20-30% процессорного времени. В принципе как бы фигня. Но опять-таки у нас тема презентации это бизнес. 30% процессорного времени это 30% день. Да тут не в этом дело. 15 лет назад уже. Там DC, OpenWZ. Да. Но. Немного фреймворка, который позволял бы. Возволял бы. Возволял бы. Я согласен. Возволял бы. Но он популярный на сегодняшний день. Контейнер. Возволял бы. Нужно сравнивать вообще как-то с гипервизорами, с виртуализацией. Это вообще разные вещи. Я вам что-то не скажу. Ну вот лет 7-8 назад точно так же я в гипервизоризации уже. А ну на крупные расходы 0-5. Ну 5%. Ну 5%. Ну кто не видел таких слайдов. 5-7. Я на самом деле абсолютно не удивлюсь. Если пройдет полгода-год времени. Появится еще что-то новое. И люди будут ливаться. И говорить. Да как он мог решиться этим доктором? Он же ж такой полярный, живой. Ну по какой-то полдовому есть. Все может быть. Но тем не менее это популярное событие. Это позволяет экономить время. Это позволяет экономить деньги. То есть прикол в чем? Средства операционной системы. Они просто позволяют изолировать процесс основной операционной системы. не прибегая к водным расходам на гипервизор. А нет. Ну гипервизор отдельно стоит. Все. Антон, почему я об этом говорю? Потому что 9 человек из 10, с которыми мне приходится на эту тему общаться. Первый вопрос, который задается. Чем? Стандартная виртуализация отличается? Да ничем. Это не сравнимая вещь. Это не сравнимая вещь. Докер. То есть на все виртуализационные платформы ставится по их. Операционная система. Ну да. Ну а операционная где стоит? Виртуальная машина. Ну разная вещь. Ну давайте не будем вообще сопоставлять. Ну сори, ты можешь поставить гипервизор, можешь поставить этот контейнер. Ну да. А зачем вообще такой выбор? Контейнер, контейнер антитонимущийся. У меня есть выбор, где запустить какой-то апрекейсинг, или запустить его в гипервизоре. Какой? Да. Или запустить его в контейнер. В гипервизоре запускаются операционные системы. Народ, у нас как бы через 4 минута опер, я думаю, что мы еще немножко конечно задержимся, но все равно так как-то будем двигаться к окончанию. Так вот, докер, контейнер, имиджи и тому подобные вещи. Чем это интересно? Интересно тема, что мы можем наш имидж взять полностью, когда-то очень быстро перенести. Кстати, кто мне может сказать разницу между контейнером и имиджи? Вот интересно. А контейнер это просто набор программ, который туда выставится. Ну и не файл, чтобы это назвать. В имиджи есть и в корректе. Я скажу проще. Контейнер это среда, в которой ранится имиджи. То есть плавно мы к чему подходим. Но об этом мы вообще говорить не будем, это неинтересно. Ну времени просто реально нет. Смотрите, перед этим мы говорили про микросервис. Это хорошо, это позволяет зарабатывать деньги, это очень клево. Главный поворот к докеру, контейнеру. Так вот, основная мысль. О чем? Докер это идеальная среда для микросервисов. Хорошо, тогда вопрос встречный. А для чего вообще токер придумывает? Токер придумывает. Процесс деплоймента быстрее. Но это не делает их релингов. Я не говорю, что они созданы или писали, создавались один для другого. Я просто говорю, что использование их совместное дает очень много менеджера. Они создавались абсолютно отдельно. То есть докер это инструментарий. Это дунзак, буду говорить. Майкросервисы это архитектурный подход. Совершенно разные вещи. Но они очень хорошо живут. То есть как? Глубно-менеджер, да? Да. То есть писто заключается в том, чтобы наш бизнес-юнит поставлялся именно допингом. Почему? Почему не имиджем? Имиджем, имиджем. А мы же и при бэнкедемиале не имеем. Вот. В чем бэнкедем? Еще раз. Есть смешка замечательная. Есть докер. В чем разница? Ну в скорости. Запасить снова нишек это... Всяк мир контейнер с домкатом будет стартовать. А это не факт. Не факт. Не факт. Ну неважно. Ладно. Вопрос. Встречный вопрос. Встречный вопрос. Встречный вопрос. Я извиняюсь, что перебиваю. Почему действительно, почему Амазон включает поддержку докер-контейнеров? Почему Майкрософт анонсирует следующую версию своего сайта с поддержкой докер-контейнеров? Транс. Потому что докер раскручивает. Да. То есть, как бы докер просто популярно. Просто популярно у нас ничего не существует. Просто популярно можно в каких кино посмотреть или мороженое съесть. У нас все упирается в деньги. Понятно. Амазон на этом заработает. Да. Мы заработаем на этом тему, что мы сможем это качественно дизайнить, обслуживать и производить ЭКРЭШ. Нам будет что делать. Нас будет много работы. На самом деле, ребят, скорее, поймите, что мы говорим про бизнес. Это не просто так, что это бизнес. Амазон как раз. Нам будет хорошо тогда, когда у компаний, на которых мы работаем, будет много работы. Докер идеальный инструмент, чтобы он был со знакомыми. Да. Причем, чем больше будет, опять же, на 20 минут назад, тем больше будет новых технологий, с которыми могут справиться. Можем справиться мы, но не могут справиться другие. Тем больше нам будет демонстрировано. А как это коррелирует с бизнесом? Это день. Это наш день для бизнеса. А бизнес-платы? Мы продолжим это вечером, естественно. Это у нас разные вещи. То есть, если мы рассматриваем бизнес Амазона, это одно. Но бизнес софт-серва, это немножко другое. Там наш с тобой бизнес. Это прийти забрать зарплату. То есть, он другой. Но это в конечном итоге все равно связано. Все равно это в конечном итоге связано. То есть, я наговорил там очень много. Это действительно получилось в дискуссии. Меня перебивали, там со мной не соглашались. Но я думаю, что у многих людей появился интерес к подходу. Или кто-то их будет. Ну, вот и голос. Будного воплата. Ну, я надеюсь. И мы это делаем. Мы это уставляем. Я голос вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Женя, молодец. Женщин Старатов Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...